Расскажу об одном диалоге. Я готовлю в ДК концерт к 12 июня. Там традиционно поет отличный ансамбль народной музыки, и я этот концерт с 17 года традиционно веду. Когда в этом году он снова замаячил, была мысль отказаться, но тогда его отдадут другому, и хз, из чего он будет состоять, и какой там возникнет контекст. А тут-таки своя рука, сделаю, что могу. Если бы там была в основном музыка, это было бы проще, набрать народных песен и огонь. Но коллективу надо отдыхать, и текста там традиционно много, это полноценная литературно-музыкальная программа. И вот задачка – найти примерно 20 хороших кусков поэзии и прозы по теме с глубиной и антивоенным посылом, но чтобы внешне это было бы про Россию, Родину и так далее. Ну и вступительное слово – тоже сказать такое, чтобы тоже туда, куда надо. Я, короче, умудохалась с этим, перекопала сотни текстов, вроде около дела сложилось. Если не прямо антивоенная, то хотя бы достаточно глубокая и нейтральная. Хотя лично меня сейчас иногда даже трагерят стихи, где упоминается Русь или Россия. Даже если это Рубцов, к примеру. Но тут уже я не стала мешать личное с общественным. К тому же у Рубцова шикарный стих есть. И тихо так, как будто никогда здесь крыши сел не слыхивали грома. И пусть хотя бы это остается, продлится пусть хотя бы этот миг. И я его почти в финал поставила, вместе с сильнейшей сольной песней, которую Анька великолепно поет. Там были слова «Неужто свинцовой метелью земля запылает окрест? И снова в солдатских шинелях ребята уйдут от невест?» И там дальше еще «Не спят под Москвой березы, в Париже каштаны не спят». Анька ее все порывалось убрать из программы, мол, повеселее чего надо, но я вцепилась мертвой хваткой. Мы вместе программу музыки составляли, и я просто костьми легла против песен, где был посыл «Русь никогда не ошибается» и «Только попробуйте нас тронуть». Оставили лирику народную, парочку плясовых, ну и практически через мой труп протащили «Что может быть лучше России?» и «Я лечу над Россией». В принципе, там, несмотря на кринжовые названия, слова все про березы и речки, журавлей и избы, и ничего нет о великих моральных ценностях и всех нагнем. К тому же, думаю, та песня про шинели со стихом Рубцова вполне зададут контекст. Плюс, вначале скажу подводку, мол, пусть где хотят машет флагами и марширует, а здесь мы будем говорить только о природе и родных. И что значит в итоге? Послушал худсовет нашу программу, в целом все одобрил, но убрал песню о шинелях по причине, что Анне тяжело ее петь с ансамблем, не звучит как надо. И подводку, говорят, надо переписать, а то, говорят, уж очень ваша личная позиция видна. Ничего, говорят, от этого не пострадает, просто уйдут стих и песни, и четыре минуты музыки и текста. Я говорю, это не просто музыка и стих, это тот контекст, который задает направленность концерта. А вступительное слово «переписывать» это я даже не обсуждаю. Я не хотела принимать участие в патриотическом концерте и согласилась только при условии, что это будет лирика и природа, плюс антивоенный посыл, где это возможно. И об этом необходимо сказать. Мне говорят, вы вообще-то работаете в госучреждении, и вам дано госзадание сделать концерт к Дню Независимости России на ту тему, которую необходимо. Я смотрю человеку в глаза и тихо говорю, кому необходимо. Человек отворачивается и говорит, мы сейчас уйдем в те дебри, которые не относятся к нашей работе. Вы вот при социализме не работали, а все идет к тому, что сейчас это будет снова. Я говорю, не будет, если мы этого не позволим. Они мне, это от нас не зависит, это государственная политика, а мы должны делать свою работу. Я говорю, зависит, потому что государство, это мы и наши зрители. Ладно, говорят мне, хрен с тобой, оставляй свое вступительное слово, только хоть скажи мы, а не дом культуры. Но песню про шинели отстоять не удалось. Анька радостно согласилась, что петь ей и правда тяжело, что под финал не звучит, что они потом ее сделают на трио и когда-нибудь обязательно споют. Не расстраивайся, говорит, я тебе ее лично потом спою. Я поражаюсь незамутненности людей. Они не сторонники войны, не фанатики, не патриоты буквы Зю. Они просто музыканты, которые мыслят категориями кульминация, красивая точка, сдвинуть темп и так далее. Им не очень важно, о чем идет речь, словно мы поем и говорим на иностранном языке, и зритель ловит только темп и кульминации. Они говорят, а что случилось? Почему в прошлом году можно было брать песню про великую историю России, а сегодня ты возникаешь против? Я говорю, контекст таков, что в прошлом году можно было как угодно и в каких угодно выражениях родину любить, а сейчас за этим стоят смерти людей. Да? Они говорят, мы делаем свою работу, а политика нас не касается, не понимая, что их работа это и есть политика. Причем так рассуждают не только мои ровесники, но и умудренные опытом музыканты, которые работали в Союзе и 90-е пережили. Конечно, это все частные мелочи в мировом масштабе. И по большому счету мировому сообществу глубоко похуй, будет ли на каком-то крошечном концерте в каком-то богом забытом городе какая-то строчка о том, что мы не машем флагами. И все эти часовые споры на худсовете не стоят и копейки. Но я вот подумала вчера, если бы все работники имели бы четкую антивоенную позицию, их главными ценностями были бы гуманизм и мир, а не кульминация темпа хронометраж, как бы все изменилось. Тогда бы не приходилось в одну харю за каждую строчку костьми ложиться, а мы бы совместными усилиями делали бы скрытые антивоенные программы, а не выполняли государственное задание.